При использовании водородной воды вы пьете жидкость, а при вдыхании водорода вы вдыхаете газ. Это вполне объяснимо само по себе, но сам по себе этот факт дает нам некоторые первоначальные положительные, отрицательные стороны каждого метода. Гидровода, например, в целом гораздо более портативна в том смысле, что вы можете пить ее на ходу. Вы можете наполнить бутылку водой и взять ее с собой куда угодно. А можете наполнить стакан водой и поставить его на стул или стол, чтобы выпить. Или же вы можете выбрать один из широкого ассортимента портативных устройств. В отличие от ингаляции водородом, при которой вам в значительной степени приходится сидеть и дышать в течение 30 минут или более, попробуйте сделать это с помощью водородной воды. Но на этой ноте вдыхать газообразный водород очень легко. Так что немного отдохнуть, сидя и дыша, определенно не помешает. Вы можете смотреть телевизор, читать книгу, работать на компьютере, следить за новостями в социальных сетях или смотреть видеоролики о высокой влажности. И все это при вдыхании газа очень полезно для вашего организма. Например, моя жена любит вдыхать газообразный водород во время работы, а я люблю вдыхать его во время отдыха перед сном. Очень легко включить ингаляцию в свою повседневную жизнь и выполнять с ней многозадачные задачи. Один из них предназначен для ингаляции. Но, как я уже сказал, вам нужно будет дышать не менее 30 минут, в зависимости от типа вашей ингаляционной системы H2 и скорости ее потока. Но давайте посмотрим правде в глаза, иногда наша жизнь не позволяет нам дополнительное время сидеть на одном месте. Вдыхание водорода может быть недостатком для некоторых людей с напряженной жизнью. В связи с этим давайте отдадим предпочтение водородной воде. Кроме того, выпивание стакана воды происходит довольно быстро по сравнению с вдыханием водорода. Это определенно не займет у вас ни малейшего времени в течение дня. Вот еще один рецепт водородной воды. Тем не менее, вам действительно нужно потратить время на то, чтобы употребить эту воду. И в зависимости от того, сколько вам нужно выпить, это не всегда бывает самым простым делом. Некоторым людям, возможно, многим людям действительно трудно выпивать то количество воды, в котором они нуждаются каждый день. И в этом случае ингаляция была бы для них гораздо более легким и разумным выбором. Не говоря уже о очевидной борьбе, которая возникает, когда вы пьете больше воды. То, что входит внутрь, должно выходить наружу. А сколько времени вы экономите, избавляясь от необходимости сидеть и дышать водородом? Вы могли бы помыться в ванной комнате. Я просто так сказал. И даже более того, существуют проблемы со здоровьем и ситуации, которые ограничивают количество воды, которую человек может пить. Если у кого-то есть проблемы с почками или сердцем, он может быть не в состоянии пить столько воды. А также некоторые виды инвалидности или заболевания, которые также могут помешать этому методу введения препарата. И это сделало бы ингаляцию победителем на этой ноте. Однако водородная вода обладает двойным преимуществом, а именно тем, что вы можете поглощать молекулярный водород одновременно с увлажнением организма. Питьевая вода и быть увлажненным абсолютно жизненно важны для нашего организма. Так что наличие чего-то вроде газообразного водорода и воды, который вы уже должны пить в любом случае, это большой плюс. Или я должен сказать, что это очень важный момент. Так вот, есть некоторые аспекты этой битвы, которые в большей степени зависят от продуктов на рынке водорода в том виде, в каком мы его знаем. Система ингаляции водорода, как правило, стоит дороже, особенно те, которые отличаются более высоким качеством и более высокой скоростью потока газа. Нелегко попробовать ингаляцию водорода на законных основаниях, не потратив при этом не менее тысячи долларов. Еще одно замечание в пользу водородной воды. Но вы действительно получаете гораздо больше газообразного водорода за свои деньги. Например, система ингаляции водорода, которая производит 300 мл чистого H2O в минуту в течение 30 минут, доставит или обеспечит 9 мл. Или 744 мл H2O. В то время как употребление 500 мл богатой водородом воды с концентрацией 1,6 мл на литр или промилле обеспечит 10 мл или. Здесь содержится 0,8 мл N2A2. Таким образом, сеанс ингаляции обеспечит в 930 раз больше N2A2. Имейте в виду, что я говорю о доставке N2A2 в организм человека, а не о конечной концентрации в крови или клетках. Как бы то ни было, как вы можете видеть, вдыхание водорода обеспечивает или производит гораздо больше газообразного водорода. В этом определенно есть смысл сделать вдох. С помощью системы вдыхания водорода можно также закипятить или влить газообразный водород в воду и таким образом получить водородную воду. Вы можете просто воткнуть конюлю в стакан с водой. Или же для достижения более быстрых и качественных результатов, вы можете использовать диффузионный камень с некоторыми системами для получения водородной воды. Так что я бы сказал, что это еще один момент для вдыхания. Даже несмотря на то, что при использовании этого метода вы сможете производить максимум 1,6 мг промилле на литр. Теперь, когда речь идет о водородной воде, существует так много вариантов ее получения. Существуют системы как большего размера, так и меньшего размера. Существуют портативные бутылки с водородной водой и кувшины. Есть таблетки и расфасованные водородные воды. Здесь можно приобрести даже ароматизированные напитки и чаи с водородом. Таким образом, широкий выбор вариантов использования водородной воды, безусловно, является еще одним плюсом и еще одним преимуществом. И в дополнение к этому моменту, о котором я уже упоминал ранее, водородная вода, как правило, обходится дешевле, чем водородная вентиляция. Если вы хотите попробовать с самого начала, то это определенно возможно сделать с помощью водородной воды, не тратя при этом кучу денег. Обязательно попробуйте эту водородную воду. Но при использовании водородной воды следует иметь в виду следующее. Концентрация растворенного в воде газообразного водорода имеет большое значение, когда речь идет о водородной воде. Согласно исследованиям водородной воды, определенно кажется, что существует минимальная доза, и многие модели заболеваний зависят от дозы. Это означает, что существует минимальный уровень, который вы должны принимать, если хотите обеспечить себе наилучшие шансы на получение терапевтических преимуществ. Исследователи предполагают, что для того, чтобы люди ощутили эти преимущества, может потребоваться по крайней мере от 1 до 3 миллиграммов газообразного водорода в день. Это очень важно, потому что в каждом водородном водном продукте содержится разная концентрация растворенного газообразного водорода. Поэтому очень важно знать, а еще лучше проверить концентрацию растворенного водорода, чтобы вы могли определить, сколько его вы на самом деле потребляете. А концентрация некоторых водородсодержащих продуктов в воде настолько низка, что вам потребуется выпивать от 1 до 2 галлонов воды в день, чтобы достичь рекомендуемой терапевтической дозы. Это очень много воды. И именно по этой причине мы поставим точку в этом вопросе перед выборами. Кстати, на моем веб-сайте есть калькулятор, с помощью которого я позволю вам ввести подробную информацию о вашей водородной воде и узнать, сколько вам нужно пить в день. У меня будет эта ссылка в описании ниже. Вернемся к началу сражения. Прежде чем мы приступим к исследованиям, я хочу сказать еще пару вещей. Преимущество ингаляции заключается в том, что когда вы вдыхаете водород, ваш организм за день поступает больше газообразного водорода, чем вы когда-либо могли бы получить, выпив его. Не только это, но и в зависимости от продолжительности вашего сеанса ингаляции, газ будет оставаться в вашем теле намного дольше, чем... А теперь давайте перейдем к тому, что говорят результаты исследований об этих двух методах введения, а также об их преимуществах и недостатках. Давайте начнем с водородной воды. Водородная вода, по-видимому, стимулирует, регулирует или влияет на экспрессию жара, который является секрецией гормона голода в желудке, а также лептина. Который является гормоном, который заставляет вас чувствовать себя сытым, оба из которых являются вторичными посредниками. Которые могут вызывать терапевтические эффекты для мозга и других органов косвенно за пределами организма. У него два эффекта прямой модуляции. В то время как вдыхание молекулярного водорода может не иметь такого же эффекта, поскольку для его введения требуется другой путь введения через легкие. Газообразный водород и вода успевают подействовать на ваш желудок, кишечник и печень, прежде чем он попадет в легкие, чтобы быть введенным в остальную часть тела через артериальную систему. Благодаря тому, что водородная вода используется для введения внутрь, она может иметь преимущество для таких систем и органов, как кишечная флора. Цитирую таким образом потребление богатой водородом воды в течение двух месяцев. Может сыграть определенную роль в модуляции кишечной флоры спортсменов на основе ее селективной антиоксидантной и противовоспалительной активности. И еще одно. Наши данные свидетельствуют о том, что введение водородной воды может влиять на микробный состав кишечника. И что это оказывает благотворное воздействие на здоровье с точки зрения метаболизма, холестерина и защиты печени. Мы сняли видеоролик, в котором подробно рассказывается о водороде в кишечнике, так что посмотрите это видео тоже. Вот еще один источник, демонстрирующий, как водородная вода может оказывать благотворное влияние на ожирение диабет и обмен веществ благодаря своему воздействию на печень. Более того, длительное употребление выдержанной воды увеличивало затраты энергии на лечение ожирения и диабета у мышей, сопровождаясь повышенной экспрессией F21 по неизвестному механизму. Так что это может быть одной из вероятных причин, по которой водородная вода может быть более эффективной, чем вдыхание водорода в некоторых случаях или моделях заболеваний. Кроме того, вода ХСУ, по-видимому, при вдыхании оказывает более сильное воздействие на эти вторичные мессенджеры, что приводит к большей экспрессии генов этих и других молекул. Возможно, это связано с быстрым периодическим воздействием импульсного эффекта водородной воды. Здесь говорится, что богатая водородом вода обычно оказывает более заметный эффект, чем газообразный водород. Хотя количество водорода, поглощаемого водородной водой, примерно в 100 раз меньше, чем количество газообразного водорода. А теперь приведу вам интересную цитату. Дальнейший анализ данных показал, что 72% водорода, содержащегося в питьевой водородной воде, выводится из организма при дыхании. 0,1% водорода выводится из организма через кожу всего тела, и по оценкам по меньшей мере 20% водорода остается в организме человека. Таким образом, после того, как газообразный водород попадает в легкие через водородную воду, только примерно от 20 до 28% проглоченного водорода попадает в остальную часть тела. Теперь вы можете понять, почему так важно получать достаточное количество пищи. Кроме того, в этой цитате затрагивается тот факт, что водородная вода, возможно, не является самым эффективным способом введения дозы H2O всему организму. Несмотря на эти преимущества введения через желудок, у этого способа введения есть некоторые недостатки. Водород может теряться в желудке или кишечнике, так как он имеет тенденцию испаряться в воде, и трудно контролировать его концентрацию и всасывание. Так что теперь давайте рассмотрим процесс вдыхания водорода. Вдыхание водорода, по-видимому, является более совершенной системой доставки молекулярного водорода в систему кровообращения. И это приводит к более высокой концентрации молекулярных водородов в клетках, тканях и органах, таких как мозг, по сравнению с водородной водой. Вот цитата из этой статьи. Для доставки N2 в область, необходимую с медицинской точки зрения, N2 должен находиться в крови первого уровня. Присутствие N2 было хорошо продемонстрировано во время введения N2 путем ингаляции в наших случаях. И его уровень был намного выше, чем уровень при внутривенном введении, как сообщалось ранее. Это может свидетельствовать о некотором преимуществе ингаляции газа H2 по сравнению с внутривенным введением обогащенного H2 раствора. Так вот, в этой цитате явно сравнивалась ингаляция водорода с методом внутривенного введения водорода, который они чаще использовали в исследованиях. Но это показывает, что ингаляция водорода – это способ доставки водорода в кровь, и это приводит к повышению его уровня. Вот еще одна цитата из этой книги. Для сравнения, воздух, содержащий водород, обеспечивает превосходное распределение водорода как в предсердной, так и в артериальной крови. В то время как водородная вода увеличивает концентрацию водорода в предсердной крови в 10 раз по сравнению с таковой во внутренней крови. Вдыхание газа H2 является одним из наиболее простых терапевтических методов и обеспечивает наибольшее количество газа H2. В зависимости от времени, по сравнению с другими методами приема внутрь, потому что максимальная концентрация в тканях и крови при вдыхании газа H2 низкая. В то время как их площадь под кривой чрезвычайно высока по сравнению с другими путями введения. Ингаляция позволяет людям вдыхать или проглатывать большее количество миллиграммов газообразного водорода в день, чем при употреблении богатой водородом воды. Ингаляция, по-видимому, лучше подходит при травматических повреждениях, острых расстройствах или заболеваниях, таких как туберкулез, сердечные приступы. Остановка сердца, инсульты и так далее. Вдыхаемый газообразный водород наиболее подходит для защиты от острого окислительного стресса в чрезвычайных ситуациях благодаря своему быстрому механизму действия. Таким образом, как вы можете видеть, оба метода обладают уникальными преимуществами, и многие доказали, что каждый из них лучше другого. Так что это подводит меня к моему заключительному пункту, который превосходит все остальные пункты. Готовы ли вы к этому моменту? Давайте начнем с этой цитаты. Мы продемонстрировали, что гены, чувствительные к водороду, делятся на четыре группы. Это гены, которые благоприятно реагируют на газообразный водород, гены, которые реагируют исключительно на водородную воду. Гены, которые реагируют как на газообразный водород, так и на воду, и гены, которые реагируют только на одновременное введение газа и воды. Таким образом, некоторые гены в нашем организме реагируют только на газообразный водород при вдыхании водорода. Некоторые гены реагируют только на водородную воду. Некоторые реагируют и на то, и на другое в сочетании друг с другом, а некоторые реагируют на одновременное введение обоих препаратов. Вот в чем дело. Вода для мытья обуви и ингаляция обладают разной фармакокинетикой из-за разных путей введения. В конечном счете, по-видимому, имеются доказательства того, что употребление водородной воды и вдыхание газообразного водорода одновременно или в сочетании друг с другом может быть лучшим подходом или оказывать больший терапевтический эффект на экспрессию генов, чем проведение обеих терапий по отдельности. И вот моя заключительная цитата. Наконец мы оценили, повлиял ли на изменение в экспрессии генов способ введения Н2. И обнаружили, что комбинация водородцедержащей воды и водородцедержащего воздуха оказывает наиболее мощное влияние на сигнальные пути и экспрессию генов в системных органах. Предполагая, что Н2 может действовать не так не только с помощью дозазависимого механизма, но и с помощью сложной молекулярной сети. А теперь я должен сказать, что необходимо провести гораздо больше исследований, касающихся этих двух методов введения препарата. На мой взгляд, еще слишком рано делать какие-либо заявления о том, какой из них лучше. Но на данный момент исследования показывают, что и тот, и другой обладают своими уникальными преимуществами. Именно поэтому моя семья использует оба метода. Это водородная вода. И вот еще что. Это водород. Именно это мы и рекомендуем делать людям, которые задают этот вопрос. Так что я предполагаю, что в этой битве есть два победителя. Дайте мне знать в комментариях, был ли это именно тот результат, которого вы ожидали. Какой из них вы уже пробовали или пробовали и то и другое. А как вы справляетесь со своими обязанностями?